Сегодня на этой встрече мы хотим, чтобы все-таки услышали жители Бухты Казачьи, что мы хотим. И что в первую очередь надо. Вот те вот именно проблемы, потому что район-то расстраивается, а инфраструктуры никакой. Многие месяцы севастопольцы добивались этой встречи, говорит Елена Лещинская. Неоднократно писали обращение к правительству Севастополя с просьбой провести общественные слушания и обсудить, как все-таки будет застраиваться побережье Казачьей бухты. Люди забеспокоились несколько месяцев назад. Оказывается, на месте небольшого дикого клочка земли у самого моря, где гуляют мамы с колясками, местные чиновники собрались построить досуговый центр. Это место, где сегодня планируют строить строительство этого центра, вы знаете, оно Богом нам послано, потому что это там источники, там круглый год в жару и пекло зеленая трава. Это единственное место отдыха не только жителей Казачки, а вообще всех жителей города Севастополя. Встреча с главой города началась с презентации главного архитектора Севастополя Александра Маложавенко. Чиновник подробно рассказал об объектах, которые построят в районе Казачьей бухты. Например, планируемый детский досуговый центр займет более трех гектаров земли, а водно-спортивная база – почти два гектара. Согласно схеме главы департамента архитектуры, в перспективе появится детский сад на 280 мест, достраивается второй корпус новой школы. После людям предоставили возможность задавать вопросы. Вы летом где отдыхаете? На море, наверное. Вот у нас, там рядом, у нас был шикарный пляж, боеватый пляж. А куда я? А куда я пойду купаться? И почему вы, в принципе, нарушаете все вот эти санитарные зоны? У нас красоема, у нас что угодно есть, но у нас пляжа нет. Губернатор поспешил успокоить севастопольцев. Тот дом культуры и парковое пространство, которое было показано, оно показано схематично. Естественно, никакой бетонной набережной там не будет. Там будет благоустроенная пляжная зона. Но жители обратили внимание на интересный факт. Когда люди стали выяснять, кто же стал инициатором строительства досугового центра на побережье, им пришел ответ от департамента архитектуры и градостроительства, которым руководит Александр Маложавенко. Решение о разработке градостроительной документации по планировке территории на данный семейный участок не принималось. Ваша подпись, ваш ответ. А как это понимать? Это первый наш вопрос. Потом нам бы, конечно, хотелось, кто заказчик всего этого культурного центра, и кому на баланс он будет. За своего подчиненного вызвался ответить губернатор, попутно заявив, что оправдываться он не намерен. Мы сегодня выходим с предложением на тех землях, которые принадлежат городу, построить социальные объекты. Отвечать и оправдываться, кому это будет стоять на балансе, я думаю, это неконструктивно. Давайте проголосуем. Если досуговый центр не нужен, мы его просто не будем строить. Глава города поставил вопрос ребром. Но севастопольцы уже не раз говорили, досуговые центры в этом районе крайне необходимы. Людей беспокоят, почему чиновники за них решают, где построить социальный объект. Ведь альтернатив местным жителям власти так и не предоставили. Несмотря на это, Дмитрий Овсянников сделал свои выводы. Сегодня в ходе обсуждения я так понял, что большинство все-таки высказало за то, что это досуговый культурно название надо еще правильно выбирать. Это все-таки образовательное учреждение дошкольного типа в сфере культуры будет необходимое и будет построено. Мы проектируем данный объект. Если не будет необходимости, то есть жители скажут, что не надо, только пар. Конечно, мы не будем строить. Получается, правительство Севастополя потратит сотни тысяч бюджетных рублей на разработку проекта досугового центра, не имея четкого понимания, где же действительно жители района Казачьей бухты хотят видеть этот объект. И вообще, появится ли он здесь? Михаил Жирафский, Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севинформбюро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!